На протяжении трёх дней в рамках проектно-аналитической сессии вели работу группы пяти направлений исследований и разработки, системы управления изменениями, образовательная политика, управление человеческим капиталом и управление партнёрствами. Их участники – проректоры, директора, их заместители, заведующие кафедрой, преподаватели, представители проектного офиса. Образовательная политика – группа, направленная на проектирование и выстраивание управленческих и организационных процессов. Участники команды обсудили и прорабатывали вопросы о поступлении абитуриентов, их дальнейшего будущего, получаемые преференции и другие. Самое главное, что есть определённые вызовы в виде стратегических проектов научных, и они являются для образовательной политики целевым ориентиром. Есть индустриальные партнёры, есть консорциумы, которые тоже влияют на жизнь университета и, несомненно, влияют на образовательную политику. Вот это всё соединить, понять и как это всё собрано – это про образовательную политику. Этапы жизненного цикла университета, его преобразования и их причины рассмотрела группа направления «Система управления изменениями». Участники команды определили задачу – проанализировать этапы и проработать видение университета в 2030 году. С этой целью мы выработали это видение. Мы видим университет как регион, образующий центр, который является кузницей кадров для нашего региона. Университет является также экспертным центром в регионе, участвует во множестве проектов и, по сути, определяет ландшафт развития нашего региона. И также это большой научно-исследовательский центр. По отдельным направлениям, нам кажется, мы займём и хорошие позиции на российском и международном уровне. Далее группа определила принципы, которыми будут руководствоваться для достижения цели. Итоговая задача – презентовать механизмы и инструменты, которые позволят достичь целевое значение. Участники группы управления человеческим капиталом проработали вопросы о развитии человеческого капитала в университете и достижении показателей в рамках стратегии «Приоритет 2030». Наша история – это про развитие научно-педагогических работников, профессорско-преподавательского состава. Это работа над тем, чтобы в университете были созданы комфортные условия труда, чтобы каждый, пришедший в нашу образовательную организацию, действительно мог найти себя и показать свои самые лучшие качества. То есть достигнуть максимума, может быть, перешагнуть даже за ту черту, которая ему кажется сейчас достижимой. Соответственно, мы прорабатываем предложения, решения проекта в рамках достижения этой цели. Группа управления партнерством была направлена на проработку вопросов взаимодействия, планов на будущее, структуры взаимодействия и потенциальных форм взаимодействия до 2030 года и далее с индустриальными партнерами. Мы ставили перед собой задачу повышения как качества, так и количества взаимодействия, его плотности и более многогранности взаимодействия с партнерами. Целью ставим совместное выстраивание совместных планов развития с крупной индустрией. Для ВУЗа объем неокора, общая связь с реальной, так сказать, жизнью очень важна. То есть, чтобы все исследования, которые мы проводим, проводились не в стол, а шли в реальное производство. У нас многие зарубежные компании ушли, и теперь многие отечественные корпорации ищут решения на внутреннем рынке, чтобы мы им помогли что-то разработать, что-то заместить. Поэтому спрос сейчас большой, и нам надо эффективно выстраивать это взаимодействие, чтобы мы могли находить общие точки соприкосновения. Над проработкой стратегических проектов вела работу группа направления исследований и разработки. Участники рассмотрели проекты, заявленные в программу «Приоритет-2030», их механизмы и на этой основе формировали новые. Я сейчас работаю в группе исследования и разработки. То есть, первый день мы занимались анализом тех механизмов и способов поддержки исследований науки, которые у нас существуют в университете. То есть, выявляли некоторые критические моменты и в рамках сегодняшнего общего собрания обсуждали те точки, которые можно было бы в дальнейшем проработать. Сегодня мы уже занимались разработкой того, к чему мы будем стремиться в рамках реализации программы «Приоритет-2030». Цель программы проектно-аналитической сессии в ЮРГУ – настроить процессы, запущенные для реализации собственных программ развития, путем взаимодействия с экспертами Федерального государственного автономного научного учреждения «Социоцентр». Федерального государственного учреждения «Приоритет-2030»